Я Софья Палкина, я из Тольятти, имею звание мастер спорта международного класса по метанию молота. Живу, когда не на сборах, тоже в Тольятти. Началось все с того, что в школе, там был тренер один, Шикунов Игорь Владимирович, он вел легкую атлетику, полкласса ходила к нему, и я решила тоже. Потом я начала у него заниматься, это, грубо говоря, ОФП банальное для детей, и он увидел, что я могу что-то другое делать, и отдал моему тренеру, который тренирует меня сейчас, Быкову Владимиру Александровичу. Потихоньку начало поучаться, ну и дальше результаты начали расти, и все, начали метать, тренироваться. Наш вид вообще не самый популярный, да и в легкой атлетике он не самый популярный. Хотелось бы, конечно, чтобы это все изменилось. Ну вот, наверное, из-за этого мало кто меня знал, в принципе, и в городе, и в регионе, да и в России в целом. Да и мало кто знает вообще о виде метания молота. Я пропустила два года юниорских и не выступала на международных стартах, это на самом деле, это очень много, потому что эти старты дают опыт большой. В 2015 году я последний раз выступала на международном старте, потом Федерацию легкой атлетики отстранили от стартов. Но мы метали, тренировались, надеялись, что нас допустят. Нас допустили, вот я теперь выступаю на международных стартах. Но я сейчас соревнуюсь много со взрослыми, чтобы стать сильнее. В 2018 году на чемпионате России на взрослом я стала вторая, по своему возрасту я стала первая. Зимой я наметала 70 метров, за 70, 70-37. Это был для меня рубеж, около двух лет, и я его преодолела, и сейчас буду пытаться дальше. Ну, после того, как метнула один раз, уже становится легче метать. Мои отношения к допингу негативные, потому что это нечестно. Это просто нечестно по отношению к другим спортсменам. Ну, я считаю, кто принимает, это можно считать себя трусом, потому что ты соревнуешься, у тебя есть дополнительные силы. А еще если этот человек тебя обметает или выиграет тебя, то вообще тебе должно быть стыдно, что ты даже на допинге не смог выиграть. Ну, нет, я считаю, это неправильно. Допинг-офицеры ко мне приезжают довольно-таки часто. Вот в начале этого года уже, по-моему, 4 раза я сдала допинг-пробы. Они могут приехать в любой день, ты должен быть на месте. Если ты 3 раза не будешь на месте, они приедут, тебя нету, то все, 3 флажка дисквалификации, вроде на 2 года. Ну, это единственная система просто пока, которая есть, которая нас может проверять. Конечно, хотелось бы ее немного изменить, потому что бывают очень, ну, чрезвычайные какие-то происшествия, я не знаю, или куда-то надо срочно уехать. Ты все время кому-то докладываешь, где ты. Мне кажется, это немножко даже права нарушает. В этом году у меня молодежная Европа по моему возрасту. Хочу там достойно выступить, попытаться занять первое место, у меня есть на это все шансы. Также выполнить норматив на чемпионат мира очень хочется, потому что это всего лишь 71 метр. И тогда я смогу поехать в Катар, в Доху. Вот, еще вроде будут военные всемирные игры, на которые я тоже хочу поехать. А так на будущее метать дальше. Также и будет Олимпиада 2020, туда норматив 72-50, и я тоже хочу туда очень поехать. У меня большой запас, мне просто надо еще побольше соревнований. Очень много соревнований нужно, чтобы набраться опыта. Потому что я выезжаю на международные старты, это немножко другая атмосфера, другие эмоции, с которыми надо уметь совладать. Чем больше этого будет, тем быстрее я к этому привыкну. Если я поеду на Олимпиаду 2020, честно говоря, я не знаю, какой будет вообще расклад. Ну, наверное, это будет не моя Олимпиада, если говорить объективно, но может что-то дополучится, я надеюсь на это. Ну, 80 метров, я считаю, это незапредельный результат. Да, когда-то для меня было и 70 за облачный результат. Я думаю, 80 это реально. Метнул один человек, метнет и второй. Незаменимых нет. Учитывая, что я еще довольно-таки молодая, а вид спорта у нас очень возрастной. В Тольятти у нас есть поле, на котором я могу спокойно метать. У нас есть зал, небольшой, но не очень хороший, если честно. Насколько я знаю, сейчас строится манеж. Это большой плюс для города и для легкой атлетики в Тольятти в целом. Но зимой приходится метать на улице, одеваемся в теплую одежду и метаем. По-другому никак, у нас уличный вид спорта. Я люблю спать. Я люблю отдыхать. Я на самом деле очень ленивый человек, если признаться. Но я люблю также ходить в кинотеатры, люблю смотреть фильмы. Люблю гулять, просто прогуляться. Если это в Адлере, то по морю. Если это в другом городе, просто посмотреть город. Я люблю погулять. Ну, а так, если честно, я ленивый человек. Я учусь в Самарском училище Олимпийского резерва. Получу средне-специальное образование тренера. В этом году диплом, защита диплома. И на сборах я вместе с тренером, он мне помогает, мы пишем диплом. После училища я, наверное, пойду получать высшее образование. Еще пока точно не решила, куда. Но есть предположения. Хочу быть похожа на Кузенкову, Ольгу. Она на то время достаточно далеко металла, за 75 метров. Ее техника мне нравится. И как человек она очень хороший. Но мужчин я не знаю, на кого равняться. Мне просто нравятся кумиры. Литвинов Сергей и Седых Юрий. Можно восхищаться кем-то, но надо что-то делать, чтобы быть таким же, чтобы тобой восхищались. Когда я выхожу в сектор, я, наверное, думаю либо о движении, чтобы сделать его правильно. Либо ни о чем не думаю. Это сложно описать. Там другие эмоции. И когда это все происходит в секторе, это сложно описать потом, что вообще происходило там. На некоторых стартах я знаю, что я могу быть в лидера. А на некоторых стартах я знаю, что мне далеко до лидера. Я борюсь чисто сама с собой. Просто надо куражиться, надо хотеть и надо метать. Я вообще хочу сделать свой вид более популярным. Не знаю, как пока еще я думаю, но я очень хочу, чтобы мой вид стал популярным. Потому что даже в самой легкой атлетике, если вы посмотрите прямые эфиры соревнований, вам будут показывать, как бегут 5 тысяч, бегут 10 тысяч, а у людей идет финал в метании, в толкании, не знаю, в прыжках. И это не показывают. Это очень странно, потому что легкая атлетика все-таки это не только бега, но и технические виды, которые более зрелищные. И я хочу вот свой вид более как-то продвинуть, что ли, вперед. И чтобы людям это было интересно. И я вот еще пока думаю, как. Ну, конечно, у всех спортсменов есть мечты побить мировой рекорд. Не знаю, насколько мне это под силу, но я очень буду стараться. Конечно, это высокая планка, и чтобы об этом говорить, ну а почему нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо.